Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Ховата Левовод «Повеление сердцем». У нас идет сейчас 85 занятие. Мы находимся во вратах четвертых, врата упования. Раздел пятый. Речь у нас идет о отличии человека, который полагается на Бога в добывании средств жизни от того, кто не полагается. Мы уже говорили, уже несколько занятий находимся в этом разделе. Равейну Бахия подводит итог, чтобы мы еще один раз прояснили, чтобы дошло до нашего сердца все преимущества, которые есть у человека, уповающего на Бога. То есть, в принципе, это преимущество человека, истинно религиозного, на человека, который, знаете, как принимает, называется не таблетку, а четверть таблетки, который вроде делает, а вроде не делает. Сидит на двух стульях. В чем же отличие? И вот мы уже разобрали один за другим. В принципе, мы уже даже завершили это в прошлый раз, но мы снова пройдемся. Когда он говорит о седьмом отличии, то седьмое, как известно, собирает все вместе взятое заново, и он как бы повторяет уже все, что до этого было сказано. И нам снова очень важно, очень важно все это перечислить, и снова уяснить, до какой степени человек, уповающий на Всевышнего, жизнь его, она совершенно другая. Совершенно-совершенно другая. Может быть, снова стоит напомнить, до того как. Когда мы говорим об уповании, то есть о том, что мы полагаемся на Всевышнего, о том, что мы надеемся на Него, что мы всецело отдаем себя Ему и всему, что происходит с нами, все в Его руках, в принципе, это и есть основной результат нашей веры. То есть тот факт, что мы называем себя людьми религиозными, назовите как угодно, религиозный, дотичник, верующий, что это в конечном итоге значит? В чем это должно в конечном итоге выражаться? Кроме того, что мы должны выполнять повеление, которое нам приписано, та самая внутренняя жизнь, которую мы должны с ними построить, которая определит нас как людей религиозных, как людей верующих, в чем она должна выражаться? В этом уповании, о котором тут речь идет. Ведь мы разобрали, что оно проявляется во всех сферах жизни, практически нет ничего, что вне этого. Мы должны это построить в себе. И для того, чтобы еще раз подчеркнуть эту сторону нашей жизни основную, он проводит это сравнение, так сказать, естественно, в пользу того, кто воистину уповает, а человек, который не уповает на Всевышнего. Итак, в чем отличие? Последнее. Тот, кто надеется на Бога, не печалится, когда не исполнится какое-то его желание, или когда у него нет чего-то того, что он любит, и не копит на будущее того, что есть сейчас, не стремится заработать больше, чем нужно на этот день. Видите, мы проходим снова и снова все то, что мы уже говорили еще раз, еще раз, еще раз. То же самое и наоборот. Сейчас мы снова вернемся, мы будем разбирать это. «Тот, кто не полагается на Бога, множит свои печали из-за частых бедствий, которые обрушат на него этот мир, из-за того, что никто не любит его, и остаются инувстворены в его желании». Снова список. Если у нас тот, кто уповает, это один образ жизни, кто не уповает, другой образ жизни. Смотрите. Вот то, что сейчас тут перечислено, о человеке, который не уповает на Всевышнего. Это нам очень знакомо. Все эти ощущения, которые тут описаны, это, в принципе, описывает наша жизнь. Что происходит, когда человек не уповает на Всевышнего? Так он не уповает на него. А на кого, да, уповает? На кого надеется? На себя. Так люди и говорят. На кого-то сказать. Это на свой ум, на свою силу, свою смекалку, на свою предусмотрительность, осторожность, на свою... Что только они говорят. На красоту, на связи, на других людей, на связи какие-то, на деньги или еще что-либо. Как было вначале сказано, Творец смотрит на него и говорит, секундочку, так ты уже... Есть там на кого у тебя надеяться? Ну, надейся на него, так что же я уже как бы освобожден от моей обязанности заботиться о тебе. Тогда как бы Творец задает такого человека действительно во власть случая, во власть его самого и личного желания управлять своей жизнью. Ты хочешь управлять своей жизнью? Пожалуйста, давай посмотрим, как у тебя получится в результате. Жизнь во что превращается? Ну, то, что нам знакомо. Как у нас люди живут? Спокойно, спокойно. В основном напряженно. Поэтому всегда сразу заходят, спрашивают, все спокойно, это не стреляют. Люди все время находятся в напряженном состоянии. Что-то не то, ожидает, что вдруг что-то произойдет, вдруг с ней планы нарушатся, вдруг кто-то не так на них посмотрит. Вот, смотрите, он все это описывает. Они могут свои печали из-за частных бедствий, которые обрушивают на него. Это произошло... Почему для него это бедствие? Потому что он, по его пониманию, планировал по-другому. Потому что, согласно оценке событий, так не должно было произойти. Значит, бедствие произошло. То есть, все, что не совпадает с его планами, это бедствие. Естественно, что если бедствие, то это... Он страдает из-за этого? Или из-за того, что никто его не любит? Как мы сказали, таких людей. Но никто не любит, потому что он старается всего добиться сам. Приходится наступать на... порой то ли трупы других людей, или на мозоли каких-то людей, или еще что-либо надо. Ему кажется, что он человек хороший, но только все остальные о нем думают совершенно не так. А наоборот, его не любят. И остается удовлетворенным его желанием. Почему? Потому что он все время хочет достичь. Еще это. Он надеется на себя. Он хочет этого достичь, потом это достичь. Не достигает. Естественно, что он находится в состоянии удовлетворенности. Но тоже подавленность. А, у меня не получилось. А, скажем, а у него, да, удалось. Ну и что? Даже если тебе удалось, а теперь, ну, вот это тебе достаточно будет. Тебе же тоже недостаточно будет. Ты должен еще больше добиться. А так как ты еще больше хочешь добиться, то ты снова не удовлетворен тем, что есть. Получается, что ощущение удовлетворенности, она постоянно, неважно, добился или не добился. И все только из-за того, что полагаешься на себя. Он старательно копит имущество, как будто уверен, что никогда не оставит этот мир. И отступила от него угроза смерти. Люди так, они и ходят. Вы видите, вы идите на улицу. Все ходят с ощущением, когда они живут вечно. Ну, кто-то думает о смерти. Вообще не любит. Вообще не любит. Все ходят, все как будто жизнью. Поэтому жить, все любят говорить до 120. Но имеют в виду гораздо больше. 120+. Лучше, чтобы не умерли. Столько времени, сколько, естественно, жизнь доставляет удовольствие. Не дай бог. Почему? Потому что жизнь доставит удовольствие. Поэтому надо заранее копить себе средства для этих удовольствий. А кто начинает этих копить, как вы знаете, вот тут к чему это все приводит. Ой, такой человек не помнит. Он о конце своем и занят делами этого мира. Естественно, бегут. Люди бегут, 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 бегут. Никто не думает о том, что есть вообще такое страшное понятие смерти. Даже иногда смотришь, каждый участвовал в похоронной процессе. Особенно сейчас. Были времена, как-то люди еще плакали, были истерики, все стояли с такими, знаете, с хмурыми физиономией. Зайдите сейчас на... Люди заняты своими, сейчас с телефонами, прямо посередине этой процессии. Говорят по телефону, говорят, обсуждают какие-то события. Как будто участвуют. То ли родственники, то ли по работе, то надо, но вот один... Это как будто, так сказать, пах, этого убрали. Но мы-то живем. И так нам не относятся. Никто там на кладбище не стоит с каменным лицом, со страхом в глазах о том, что-то сказать, я на очереди. Все думают, что им жизнь гарантирована. Глупцы. Никто не, видите, ни припасы на будущее, на грядущее не думает, а только на этот мир. Ну, только чтобы себе это сказать. Ну, ну, чтобы были сейвингсы, эти, как их... Сбережение, сбережение. Надо, надо, чтобы сбережение тут, сбережение том, надо, может быть, там, дом тут оставить, там, это тут. А вот то, что приводит его к грядущему миру, увы, нет. Понимаете, люди тонут. Люди тонут в привычке удовольствия. Ведь вся жизнь это только, в принципе, одно удовольствие. В принципе, по большому счету. Молодой человек, его же удовольствие получает он просто из жизни. Встал утром и приятно, хорошо, жизнь может... Если он только здоровый, да? А большинство все-таки молодых, да, здоровый. Почему люди едят? Потому что, думаете, в наше время, потому что голодно? Потому что привыкли получать удовольствие от еды. Едят не потому, что хотят есть, а потому что хотят получать удовольствие от еды. И все остальное, это только все, что удовольствие, это еще удовольствие. Привычка, а человек находится в этом как сумасшедшем, он в круговороте получения удовольствия от всего, от новых ощущений, от нового какого-то прибора, от этого, только тот что-то сказал, что-то произошло, что-то его рассмешили. Жизнь проходит, а даже не вращая внимание, привычка получает от этого удовольствия, от этого удовольствия, от этого удовольствия. А то, что неудовольствие, от этого подальше. Поэтому вся жизнь, она по простой схеме, так сказать, удовольствие к нему, не удовольствую от него подальше сейчас вот будет у сейчас включат кондиционер станет холодно все пересядут в другое место где потеплее а потом если станет станет жарко все пересядут в то место где кондиционер где похолоднее это схема устроена и все остальные события жизни такой человек он несчастный человек это человек который не полагается на все это то кто не полагается это мы всем известно теперь а кто полагается на всевышнего у него нету печали в очереди к психологам психиатром тоже не стоит ну просто не нужно у него есть то что мы говорили он приобретает победе самое высокое самое самое необходимое для человеческого существования это спокойствие души не нирвана который уже абсолютно все равно а спокойствие души когда можно адекватно оценить все события в жизни и когда нужно переживать будут переживать а есть всегда за что переживать если нужно если нужно чтобы чтобы сердце билось это надо но куда будет биться это не отменяется а спокойствие души это значит это это то самое спокойствие человека который как бы как как того ребенка который находится в руках мамы он знает о том что о нем позаботились и все что произошло только для добра происходит он не обеспокоен понимать не беспокоен у него нет вот этой вечной тревоги в сердце этих остальных нервов постоянные нервотребки все время все время что-то ожидать и все время все время быть недовольным все время и когда у него не исполнится какое-то его желание или когда у него нет чего того что он любит он не сходит с ума нам хотел вот эту шоколадку нету и ну есть люди которые разожляться он хотел попасть на этот самолет улетел самолет и люди которые оттуда этого придут в гнев а тот который человек который говорит улетел значит это не мой я не должен был там быть я могу опоздать только на самолет который на котором должен был лететь но я не могу опоздать на самолет который я не должен был лететь если он на нем опоздал выяснилось что это самолет на который я не должен был лететь всего лишь на все так что ж мне злиться. Значит, вот я должен провести, я знаю, там, хорошую ночь по какой-то причине в аэропорту. Зачем, я еще не знаю. Но ясно, очевидно, что это для какой-то хорошей цели. Уж точно мне это к чему-то должно мне обучить. Не копит на будущее того, что есть сейчас. Естественно, что это уровень, так сказать, человека действительно правильного. Но мы должны докопить, мы не должны не думать, чтобы не было у нас тут фантазий. Мы говорили об этом много раз, понятия иштадлют, усилия, которые должны мы делать. И тем не менее, речь тут идет о человеке, который все свои усилия он вкладывает для того, чтобы накопить на свое будущее. Это не следует делать. Это не человек, который уповает на Всевышнего. Он не стремится заработать больше, чем нужно на этот день, ибо его сердце не тревожится за день завтрашний. Ведь так же, как он не знает, когда придет его конец. Слушайте эту мысль. И надеется на Бога, что он продлит ему дни, надеется он и на то, что Бог приготовит ему пропитание. Мы вообще не думаем в это. Вообще это не нас. Тот факт, что я живу, мы сразу приписываем себе. Люди настолько привыкли жить, что сама жизнь, необъяснимая с точки науки, она кажется нам совершенно очевидной. Она принадлежит мне, что я живу. Я живу. Я что, не должен жить? Кто сказал, что нам дается эта жизнь? Мы же не с нами же. Теперь, если, снова, люди, которые мы, мы о них не говорим. Мы говорим о людях и религиозных. Песатых. Ну, если уже они считают, есть Бог и все, 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 есть такие-таки страшные средневеково-религиозные люди, так уже до конца вы считаете все. Почему вы живете и не сходите с ума, что вы сейчас умрете? Потому что вы в надежде о том, что Творец, Он даст мне, Бог даст мне жизнь. Ну, если мы надеемся на то, что Он даст нам жизнь, значит, Он даст нам и пропитание для этой жизни. Зачем же Он дает нам эту жизнь? Пустая логика. А с другой стороны, Он говорит, смотрите, не думайте о том, что жизнь человека упывающего это просто, ну, вот это нирвана. Это просто вот в одно удовольствие, то есть спокойствие души. Человек, кто спокойный, у него такая улыбка, он расслабился, и все, и все хорошо, и вообще все происходит. Вообще ничего, не надо не волноваться, не переживать ни за чего. Он говорит, он говорит, такой человек, но с другой стороны, с другой стороны. Он говорит, волноваться тебе печалиться, да, следует. О чем? О чем? Лишь о своих неисполненных обязанностях перед Творцом. За то, что мог бы сделать, и не сделал. Мог бы учиться, и не учился. И стараться расплатиться с этим долгом, насколько возможно, как в делах, видимых всем, так и скрытым глаз, людей. Чувак. исправление. Туда нужно печалиться, оттуда волноваться. Одно единственное надо, что со мной будет в том грядущем мире. Тут я человек временный. Тут я человек временный. Какая-то тебе разница, это ты сказал. Так, кто сказал. Так, произошло такое событие, такое событие. Смотрим, время проходит, все меняется, все забывает, вообще никому до вас никакого дела нет. Если одно единственное остается, человек сам собой, своей душой. А что в его душе? Только то, что пойдет в грядущем мире. Об этом надо волноваться, об этом надо заботиться. Хотите нервничать? Вот если уж нервничать, то только о том, что же меня ждет в грядущем. От этого придет. Какой-то хоть, называется, богобоязненность. В делах наших, чтобы... Ко всему этому человек приходит, размышляя смерть. Одне, когда будет он взят из этого мира. Страх, что смерть придет к нему внезапно, прибавляет ему усердие, расторопность, приготовление припасов на будущее, и он не заботит его и не заботит его о приготовлении для нужд этого мира. Человек не знает, когда он идет из этого мира. У нас, как говорят, кто-то сказал мудрую фразу, скажи мне, что ты думаешь о смерти, тогда я смогу сказать, что ты думаешь о жизни, так как люди не думают о смерти. То и о жизни у них нечего, что сказать. О жизни можно говорить, только когда понимаем смысл смерти, когда понимаем, куда мы идем, что нас там ждет. Страх, что эта жизнь и кончится. В двух видах есть. У тех с той стороны, почему страх смерти. Вот этот поток удовольствия, он прекратится. А привычка настолько велика, как у алкоголика, наркоман, получать удовольствие от жизни. Вдруг она прекратится, что я не буду жить, не буду брать, не буду постоянно получать. прекратиться вот эти наслаждения, удовольствия, которые, может быть, не вся жизнь, это наслаждение одни, но время от времени поехать туда, посмотреть тут. Я еще на Аляске вообще не был ни разу. Знаете, в Антарктику сейчас есть хорошие экспедиции начались. Ни разу не ездил. Так я что, умру и там не буду? Или какие-то новые плоды, какая-то гуява, или еще что-нибудь, какой-то плод, который появился такой, карбонил. А я еще ни разу не попробовал. Люди боятся этого. Это одна возможность. А другая возможность бояться смерти, совершенно другая. У меня шаон, этот, часы тикают, тикают. Почему? Потому что я не знаю, сколько у меня осталось. И надо, знаете, как тот самый пример, когда человек попадает в какой-то склад со скровищами, со всякими разными драгоценностями. Говорят, смотри, у тебя здесь ровно полминуты вытащит оттуда все, что ты можешь, все твое. Полминуты. Что человек будет делать? Как сумасшедший. Он будет все, за эти полминуты, он что, будет встать, прошло 30 секунд, и только после этого начал. Да он, несмотря на то, что будет, так я человек и там мирен. Должно ему быть страшно. Я не знаю, когда заберут меня. Поэтому я должен успеть, я должен подготовить себя, свою душу к грядущему миру. Что я тут делаю? Не страшно смерти? Ну, она только по одной единственной причине, почему страшно. Потому что вдруг я не успел, вдруг я не исправил себя. Это должно меня подстегивать, это должно меня заставлять, должно меня заставлять. Как говорил Хавис Каем, как мы должны учить Тору, помните, вы говорили неоднократно. Как будто, кроме того, что это как будто один единственный, единственная страница, ничего другого нет. Одна строчка, не надо. как будто это твой последний день в жизни. Представляете себе, человек знает, что это последний день в жизни. Это единственное, что он возьмет с собой. Сколько усилий он приложит. Начнет зевать, заснет, я уставший. Это последний день, нету больше ничего. И так концы это то, что касается человека уповающего. Это огромное преимущество, которое есть. Огромное преимущество. Человек, который уповает, ведь удостоится всего, что мы перечислили. Ну и спокойствие души. Колоссальное приобретение для всего, которое включает и возможность волноваться тогда, когда надо, за то, что надо. Беспокоиться за то, что надо. переживать, да, переживать. Только это то, что действительно достойно этого. А не во все, что в мире принято. А человек, который такой полагается на себя, волнуется за все, сходит с ума. То есть, он уже имеет тот самый гейном, тот самый наказатель в этом мире, который он сам себе породил. И так мы снова повторили. Более не менее, то, что говорили на прошлом занятии, на позапрошлом занятии и в разной степени предыдущих. И теперь мы переходим к очень интересной теме. В принципе, сразу переходим к шестому разделу, где разбирается очень интересный вопрос. Казалось бы, частный вопрос, который он начинает уже тут. Прямо, прямо вот в конце пятой, пятой, пятой главы, раздела пятого. Заканчивает он мысль о людях, которые не полагаются на Всевышнего. Вот что их ждут, а дело не так, и так, и сяк. Они сами устраивают себе страдания. И вот он говорит так, и когда станут его порицать, и учить, и спросят. Снова мы говорим, много веков назад, тогда еще можно было порицать, учить, спрашивая, тогда была дорогая жизнь, не было тогда демократии. Так он говорит, и когда его, такого человека, ведь это речь идет о человеке религиозном, который верит, что есть Бог, есть провидение, его спросят. До каких пор ты будешь уклоняться от того, чтобы подумать о припасах в путь и обудели своем в мире вечном? Почему ты не думаешь, что тебя ждет грядущий мир? Он ответит. Слушайте, ответ. До того дня, когда будут у меня довольны для пропитания моего и всех нужд, мне и всем, домашним, жене и детям, до конца наших дней, а уж тогда отдохнет моя душа от волнения этого мира и начну выплачивать свой долг творцу и подумаю о припасах для будущего мира. Что-то знакомого? А? Знакомо? Сначала, смотрите, называется так. Если бы я сам не видел своими глазами, то я бы это изучал бы. Называется в теории, да, вот как это происходит. Видел прямо перед своими глазами. И не один раз. Когда слышал от людей буквально вот такими же фразами о том, что смотрите. В принципе, я головой понимаю, что лучше быть дотичником, но не сейчас. Молодые парни говорят, потому что еще не погуляли достаточно. Прямо так и говорят. То есть мне надо еще успеть погулять, а меня тут ограничивают, а потом я уже стану. А другие так и говорят о том, что надо сначала встать на ноги. Особенно наш брат Акинатийский, который с такой с хозяйской жилкой. Встать на ноги надо, а потом будут дотичники как положено. И вот он начинает следующий раздел, как раз именно прямо атакует эту тему. И она очень-очень важна нам ее разобрать. Видите, это было тогда, ничего не изменилось, не думайте, что изменилось. Мы сейчас добавим еще некий современный аспект. Он тоже очень интересный. Он говорит так. Мне представляется необходимым показать великую глупость и ошибочность подобного подхода к жизни. Сделано это будет с семи разных позиций. В этом есть необходимость, даже ценой некоторого многословия, чтобы проучить и устыдить обладателей упомянутого подхода к жизни. Слушайте, я снова, мы говорим, в былые времена можно было еще кого-то устыдить, и люди стыдились и меняли свое поведение. Их можно называть требующими залога, ибо они подобны торговцу, отпускающий товар в кредит тем, кому он не доверяет. И при совершении сделки уберет с них залог из-за недоверия или из-за опасения, что они не могут расплатиться. Вы понимаете, давайте по-простому скажем это сначала. Человек говорит себе так, я сначала накоплю, вот чтобы быть уверенным, что я все, все у меня есть, все, все. Вот тогда я буду точить. А, я и буду ходить в синагогу, и буду. Я таких людей знаю, которые, которые так, они вышли, они ждали пенсии. Они вышли на пенсию, одели кипу, одели костюм, одели вот прям, сразу, так сказать, они знали, у них была программа о том, что сказать, я выйду на пенсию и стану религиозным. Это тоже редкие люди. Это тоже редкие люди. Они а сколько тех, которые просто хотят, вот, вот. Теперь, давайте добавим еще один аспект интересный. Он, естественно, что он тут не аргументируется, но важно его подчеркнуть. Почему? Мы говорим о людях, мы обращаемся к кому? Людям, которые не были людьми религиозными, и которые по какой-то причине не будем разбирать, по какой раз стали религиозными людьми. Вы не встречали явления, когда, 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 когда такие люди стали религиозными, а потом разочаровались? А? Теперь и еще как? Теперь не все по этой причине, но есть огромное большинство. Они когда стали религиозными, они это сделали в глубокой надежде, что, по-видимому, так как они как бы я свой, то мне полагается как своему. То есть, после того, как кипу на голову, жизнь должна быть полностью устроена. Во-первых, должны поднять зарплату, и не говоря, даже приблизительно называют какую. Естественно, что не должно быть никаких проблем с семьей, потому что я уже стал религиозным, если я стар религиозный, значит, не должно быть проблем с семьей, оно должно быть все как положено. Общество религиозное должно быть идеальным, то есть, там должны быть все только цадиким, только праведники должны быть. Там не должно быть никаких там обманщиков, никаких этих людей плохих. Другими словами, люди, есть люди, которые построили совершенно нереальную картину, назовем ее, нереальную картину, фантазий, настоящих фантазий о том, что произойдет, если они станут религиозными, убедили себя, по-видимому, это им что-то даст. Так как, я помню, еще 20 лет назад, сколько уже прошло, знаете, когда началась эта большая алия, то встретил женщину одну, которую она, надо сказать, очень культурная женщина, она смотрела, говорит, естественно, что я понимаю, что вы религиозные, вы получаете за это? То есть ясно очевидно было для тех людей о том, что если я человек религиозный, значит, они им платят, чтобы быть религиозным, иначе какая еще может быть причина, чтобы быть религиозным, значит, человек имеет, в принципе, это выгодно, и в те времена действительно встречал людей, которые именно из этого сказать, они привыкли о том, что тут комсомол, имеешь что-то, коммунист еще больше имеешь, продвинешься, значит, если бы попали сразу в Тель-Авив, то, видимо, не было этих, а есть которые вляпались сразу в какие-то религиозные районы Герусалима, или попали около Внебрка, и они еще не разобрались, где и что, не поняли, они подумали, что весь Израиль такой, так они стали религиозными, да, ухажаем, есть такие, которые просто их прибили, люди, которые не любят менять, так, ну, если бы уже стали религиозными, то стали религиозными, и они до сих пор не религиозными, а почему это произошло, это уже совершенно по другим причинам, не связанных никакой, ни с кем, Бога, ни с кем, они религиозными, с кем вами, без Бога. Давайте, и эту глупость, и эту ошибочность, тоже нужно это сказать, и по этому поводу можно сказать единственное, о том, что надо знать, человек, который приходит к соблюдению Торы, в надежде на что-то, это, по-видимому, нет глупца больше, чем это. И эту жизнь потерял, и ту не удостоился. Наоборот, человек, который приходит к религиозной жизни, это значит, что ты, что называется, когда ты в армии, есть возможность пойти продавать в лавке сигареты солдатам. Сейчас уже сигарет нет, эти, бамбу, штихкар. и ты вдруг взял и говорил, а я хочу в отборные войска, в самые-самые опасные, которые есть. Ну, подумай, что ты сделал. Что ты записался в религиозном? Сейчас тебя начнут, наоборот, тебя начнут испытывать, тебе надо, туда, сюда, так сказать, ты тебе, вдруг ты разбогатеешь, потом тебя потеряешь, потом найдешь красавицу, она тебя изменит, потом вроде дети от одной для второй, они тебя, испытания будут только еще больше. Наоборот, подумай. Я, потому что человек, если у него религиозный, он идет в отборные войска, значит, может быть, и в конце тебе навешивают на всю грудь награды, я знаю, все у тебя будут хвалить тебя. Но это дело опасное. Никто тебе не обещает эти золотые горы, как в русский говорят, а тут говорят, сад полный роз. Никто тебе не обещает, наоборот, жизнь должна быть наоборот, еще более сложнее. Не стоит это делать из-за этого, имеется в виду. Теперь, давайте вернемся к ребятам, к этим девушкам, к этим мужичкам, которые решили вначале устроиться, а потом стать религиозными. Это нашими словами. А тут он говорит в такой простой форме. Он говорит о том, что это, на что это подобно, требующий залога. Ибо они подобны торговцу, отпускающий товар в кредит, надеюсь, эти слова понятны, тем, кому они не доверяют. То есть, он дает ему, он сказал, дай, ну, плати, нету денег, деньги будут, но через месяц. Ну, товар хочу получить сегодня. Что делает торговец? Он говорит, хорошо, но я тебя особенно не знаю, оставь мне, пожалуйста, вот твои золотые часы на эту стоимость, возьми товар, через месяц принеси деньги, я тебе отдам залог. Это называется залог. То есть, при совершении сделки уберут с них залог из-за недоверия или опасений, что они не смогут расплатиться. Выкидцу, сейчас он всем приводит аргументов, всем, всем доводов ихней глупости и ошибочности. Теперь обратите внимание, это очень тоже важно нам чисто методически знать. Мы говорим с вами все время о вере. Вера – это вещь, кажется, мистической нам говорим. Интересно, что Рубену Бахи на протяжении всей книги он постоянно, и вы увидите это дальше, мы уже это проходили, сейчас это очень хороший пример, он делает рационализацию веры каждый раз. То есть, все вот эти семь причин таких, семь аргументов таких, семь причин. Человек действительно может в своем понимании духовной жизни, не знаю, там, Бога или еще чего-то, он может куда-то улететь. Мистика. Знаете, мистика, так сказать, и тогда можно говорить что угодно. И практически любая фантазия, она может быть уместна. Он разобьет их. Если он сейчас нам говорит, у меня есть семь аргументов, чтобы с ней это снять. По моему соображению, он прикинул, сколько есть фантазий у людей по этому. Когда человек говорит, когда человек говорит о том, что смотрите, я вначале, дайте мне разбогатеть, я сначала устроюсь, а потом я буду религиозным. Ему же надо это себе как-то внутри оправдать. Надо себе построить какие-то картины фантастические, какие-то ложные, которые оправдывают эту позицию, верно? По-видиму, прикинул Арбейну Бах. И сколько таких фантазий может быть? Семь. И вот он их один за другим просто хочет это разгромить. Давайте посмотрим, как он это делает. Итак, первое, первое, первый аргумент. Мы можем, во-первых, мы можем сказать человеку, принадлежащему к описанной категории, следующее. Ты, человек, сомневаешься в том, что жизнь человека определяется постановлениями Творца и не верующий в его великое могущество? Ты кто? Он спрашивает, ты кто? Если, человек, ты не веришь, то у меня с тобой разговоров нет. Ну, по-видимому, речь идет о человеке, да, верующем. Но ты что, не понимаешь о том, что вся жизнь человека, она предъявляется постановлениями Творца? А если ты считаешь, что это он есть? А это не так. Такое возможно лишь с тем, у кого померк свет разума и погас светильник понимания из-за того, что сгустилась над ним тьма вожделений. А, какая фраза. Смотри, как хорошо перевели по-русски. Еще раз. Такое возможно лишь с тем, у кого померк свет разума. Есть разум, есть там свет, но он померк. И погас светильник понимания из-за того, что сгустилась над ним тьма вожделения. Он просто говорит, смотрите, человек, которым владеет вожделение, пах, голова от труб оторвалась. Нет, как будто нет. И действительно это так. Ну, вспомните, когда вдруг чего-то сильно захотелось, а телу очень сильно захотелось, там, вкусненького, развлечения, еще чего-либо. В этот момент голова не работает. Просто действительно не работает. Человек действительно находится во тьме вожделения, в слепоте. Если человек сомневается в том, что Творец не управляет нами, он, по-видимому, находится вот в этом своей привычке получать удовольствие во всей этой слепоте, этой вожделений. Разве неверно, что ты можешь требовать заклад и принимать его только у ближнего своего или приятелю, у которого нет власти над тобой и повеления, которое не обязывает тебе. Мы же говорим о том, что ты что-то хочешь. Ты хочешь залог, 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 да. Дай сначала, чтобы я разбогател, а потом я буду тебе служить, тебе. Кому, у кого залог мы можем требовать? У ближнего своего или приятеля, у которого нет власти над тобой и повеление, которого ты не обязываю тебе? У простого человека. Разве можем наемный работник требовать залог у своего нанимателя, чтобы гарантировать себе зарплату еще до того, как он приступил к работе и тем более раб требует залогу хозяина, чтобы гарантирутировать его пропитание прежде чем начнет ему служить? И тем более сотворенный, может ли он требовать закладу своего творца, прежде чем начнет ему служить? Все очень просто. Он говорит, ну, послушайте, это простой здравый смысл у каждого человека. Вы что, видели, что человек пришел на работу? Наконец-то его приняли. И он, после того, как его приняли, уже все договорились, он говорит, то завтра начинаем работу, говорит, работа дальше. Да, конечно, но только я очень прошу зарплату сегодня. Ты еще ни одного дня не работал. Мы не знаем, ты хорошая работа, плохая работа. Нет, нет, сначала, как говорят? Деньги. Утром. О, вот, по этому поводу, по-видимому, они были очень... Я их подозреваю, вообще, они были еврейски образованные люди. А деньги вперед. Утром деньги, вечером стуль. Ну, скажите, это нормальный лифтечер. Вы пришли на работу, сначала просите деньги, а работать потом будет. Вы хотите, чтобы сначала получить от вас деньги, да, давай мне, давай мне это пропитание, дай мне все, устрои меня вначале, да, а потом я уже буду с тобой расплачиваться. Первый простой аргумент, не надо далеко ходить. Давайте пройдемся по них так, быстро. Второй. Во-вторых. Когда берут у кого-то залог, этот залог имеет определенную стоимость. Часы, золотые часы, в соответствующей сумме долга. Да, если он хочет взять у меня товаров на тысячу шекелей, то я посмотрю, если эти часы стоят тысячи шекелей. И существует предел этой стоимости. Мы знаем точно, сколько это будет стоить. Но в требованиях человека из упомянутой высшей категории нет границ. Мы уже говорили об этом. Человек имеет 100, хочет 200, есть 200, хочет 400, есть 400, хочет 800, известная пропорция. Ибо он не ведает, сколько потребуется пищи и всего прочего, чтобы хватило для пропитания его, и его домочадцев до дня их смерти. То есть, в принципе, когда он просит сначала дай, то, в принципе, там нет границы этому дай. Он хочет, в принципе, бесконечности еще получай, 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 получай. Когда-то я, когда-то я стану дотичник. Когда-то я стану. Но даже если и будет у него имущество много раз больше того, что хватило бы ему, не успокоится на том его душа, ибо день смерти ему неизвестен. как и то, насколько длинной будет его жизнь. И ни то, и ни другое. И потому, то, чего он желает, глупость, ибо нет мер, ибо не имеет ни меры, и ни границ. Снова, простой аргумент, простая, простая логика, которая разбивает еще очередную фантазию. Еще очередную фантазию. Ты говоришь о том, что, смотри, сначала я встану на ноги. Кого ты обманываешь? Ты же прекрасно знаешь, что ты будешь вставать на ноги. Вставать, 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 вставать. Ты будешь практически всю жизнь вставать, пока тебе ноги не протянешь. Ты же сам знаешь, это хорошо, почему у тебя душа ненасытная, ты все время будешь ощущать, что тебе еще не додали, что он еще не получил, надо еще, 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 поэтому это самообман. Который себя обманываешь о том, что я сначала заработаю, а потом стану дотичником. Ты никогда не наработаешься, ты никогда не... Смотрите, люди, мы говорили, а пропорция, она ужасная. Чем больше человек зарабатывает, тем больше он хочет еще заработать, потому что он видит, а, пошло. Мне невозможно говорить с людьми, которые преуспели в бизнесе. Они просто, у них просто, они вообще находятся, они в полной слепоте, люди вообще в тьме вожделения приобретения имущества и успеха своего. Это люди вообще, они не связаны с этим миром. Я думаю, пошло, я удалось, сделал операцию, сделка, бизнес, пошел, все у меня идет. А тот, кто выгнали из работы, ну, если он что-то знает о какой-то причине, приободриться, выпить, не знаю, говорить с ним можно. Почему? Потому что он как-то, ну, получил по голове, успокоился уже, так сказать. А все, кто изоборозов, нету конца заработки, значит, ты говоришь, я пока не встану на ноги. Ты никогда не встанешь на ноги. Потому что ты сам тебе даже не понимаешь, что значит встать на ноги. Это называется находиться в процессе. Люди так и говорят. Мне главное в процессе находиться. Вставать, вставать, пока ноги эти не протянуть. Это вторая причина. В третье, он говорит, в третьих, это глупость. И это, как он называет это, 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 это глупость, и это ошибочность такого мнения. Залог можно взять у кого-то только в том случае, если ничего не был ему должен ранее, и тот не имеет к нему никаких претензий. Тогда все будет по закону. Действительно. Кого можно взять снова, есть у нас тот, который купец какой-то, и пришел к нему просить товары. он уже рецидивист, уже много раз не отдал долг свой. Снова ты просишь в долг? Однако, если тот, кто требует залог с другого человека, сам должен ему еще с прежних времен, и знает, что за ним числятся бесспорные долги перед тем человеком, то он никаким образом не может требовать залог и не имеет права взять его, даже и согласие этого человека. Кто-то даст тебе в долг, в залог, после того, как ты не выполнил ни то, ни это, уже много раз нарушал все это. Естественно, что нет. А если это так, то тем более это верно в наших отношениях с Творцом, перед которым у всех нас есть бесспорные долги. Это человек. Это хуцпайс релит. Наглость, которой только у нашего брата можно увидеть. Она особая. Если она и существует, то у нас как его описывается, почему? Как ты? Сначала я встану на ноги. А кто тебя на ноги подымает? Бог подымает. Ты говоришь, я под тебя было дам, но ты можешь просить у него этот залог о том, что сначала меня поставь на ноги. Но у тебя же есть огромный минус, что ты просишь у него. Тебе кто-то даст? Среди людей такое существует? Нет. Почему же ты перед Творцом такое просишь? Тебе не тем более с Творцом, перед которым у всех нас есть бесспорные долги, такие, что если даже собрать вместе заслуги всех людей, живших во все времена, и передать их одному человеку, то всего этого не хватило быть, чтобы тот мог воздать Творцу даже за одно единственное благодеяние из тех, кто сделал ему Творец. И с этими долгами ты просишь дай, 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 дай. Так как же не устыдится тот наглец? Видите, прям так и пишут. Видите? Как же не устыдится тот наглец просить у Творца, чтобы он дал ему вперед великие блага, вдобавок к тем, что были даны ранее. И в результате еще более увеличится его долг? Ну, вообще уже надо. Еще больше хочет увеличить свой долг? Быть может, он и не расплатит заслужение, которое обязуется исполнить? Из-за того, что истекут его дни и придется ему конец. Ты хочешь получить заранее. Ну, иди, знаю, может быть, завтра тебя уже не будет и не сможешь расплатиться своим долгом. Как же ты можешь требовать получить, получить, получить? И еще одна фантазия разбита. Продолжает он и говорит. В-четвертых, тот, кто просил, просит залог у другого человека, давая ему в долг. Делай это по одной из трех причин. Первая из них, первая из них та, что должник может обеднеть и не сможет вернуть свой долг. Почему мы просим залог у другого человека? Кто-то пришел к нам и говорит, смотри, Абраш, ты хороший парень, слышал, у тебя деньги водятся, а у меня как раз не хватает. Одолжи мне сто тысяч. Нет, не много, не мало, но немного. Мы особенно этого человека не знаем, что делает Абраша. Он говорит, смотри, в принципе у нас по закону еврейскому надо помогать другим людям. Я тебя особенно не знаю. Дай мне залог. Дай мне залог, я тебе дам сто тысяч. Почему он просит залог? Почему просит залог? Ну, потому что я его не знаю. Но есть более рациональные причины. Снова есть рационализация это вера. Он говорит так, давай развернем, потому что он может обеднеть. В принципе этот Ицик, который пришел, да, Ицик просит деньги пришел. В принципе он хороший человек. Но он может обеднеть. Обеднеет. И он меня не отдаст. Поэтому я должен себя как-то обезопасить, как делают банки. Банк никогда никогда вам не даст никакую сумму без того, чтобы не иметь что-то залог какой-то. Он вам даст мошканту как это ипотечную сумму на квартиру. саму квартиру значит он в качестве залога будет держать. Хотите на машину машина будет банку принадлежать. Пожалуйста. Как вы хотите. Так и тут. Почему мы берем? А вдруг он обеднеет и не сможет отдать? Причина первая. Вторая причина опасения что тот не пожелает вернуть долг и невозможно будет взыскать с него. Я не знаю этих человек хороших а вот таких хороших людей мы тут вокруг нас уже видели не однократно включая с большой кипой и длинными пейсами которые собрали много денег и потом исчезли и за ними интерпол по всему миру бегает и ищет их. Я не знаю поэтому давай мошкон давай мне этот самый залог третья причина опасения что тот умрет он хороший человек лучшие намерения все есть умер и невозможно будет найти его утонул и никто не знает где что теперь и не стал никаких следов пришли жена дети а мы такого не слышали он никогда не брал ничего нам не рассказывал а да нет документов тоже что нужно делать по этой причине чтобы не один два три поэтому берем залог чтобы себя обезопасить свой заем который мы даем теперь залог это общепринятое средство решения всех проблем если бы люди были уверены что ничего из трех упомянутых вещей не произойдет то есть что он не обеднеет и что сто процентов отдаст и что он умрет то несомненно считались бы зазорным требовать у него залог что за залог надежный бессмертный сто процентов не объяснить очевидно так что таким другим братья какой-то залог это и тем более тем более творцу будем голословен три эти вещи никак не свойственны о ком мы можем сказать фраизика а одно министр кто может сказать о том что он не обеднеет не отдаст сто процентов и не умрет это сам творец поэтому было бы в высшей мере предусудительно требовать него залог то есть он показывает сейчас полный абсурд позиции человека который требует от творца чтобы он обеспечил ему сначала вот устроил его в жизни поднял его на ноги а только после этого он начнет значит быть будет религиозным человеком полный абсурд обжить это еще не все в пятых пятая причина разбивает все по порядку тот кто берет залогу другого человека может быть спокоен за свои деньги почему он полагается на то что взыщет их при его посредстве либо пользуюсь им самим либо тем что получит взамен него однако если кто-то думает что получив от творца вперед все нужное ему на будущее он освободится от всех забот этого мира это расчет этот ложный сейчас он вообще разбивает самый большой самый большой фантазию которой человек человек что думает сначала надо устроиться надо устроиться смотрите я не могу у меня нету душевных сил и быть религиозным и работать искать пропитание себя началом пропитания а потом религиозно почему ему нужно это пропитание и выжимая его нужно устройства богатства чего нужно полагают что если он получит это но будет большая зарплата и спокойные дети вилла придет спокойствие души а вот за спокойствием души и когда уже могу спокойно и успокоюсь я успокоюсь и да да я все время не так и успокоюсь как успокоюсь могу быть религиозным выйду на пенсию стану религиозным да чтоб сказать перед глазами вышел на пенсию такое началось жизнь только и началась тут веки цурь тут так и всякие потом надо разводиться потом надо делить потом надо это потом дети потом да сумасшедший дом как раз как раз как раз вот так только пенсионному возрасту подошло расчет этот ложный он не может быть уверен что его имущество будет оставаться у него сюда думаю сейчас заработать что ее будет отберут люди теряют имущество всякие разные события происходят может случиться одно из тех несчастье что лишает людей их достояние человек никто не знает я накоплю что накоплю накопил и тут же потерял и еще то что подобно рода люди утверждают будто богатство которым они стремятся даже если они сохранят его принесет им покой вы слышали такого о том что деньги приносят покой деньги только позволяет страдать в комфорте одно единство комфортабельных условиях страдания из того что вижу вокруг нет прямой связи между между обладанием материальных свет средств и вот тем самым это покой мисс наоборот эти люди если находим не беспокойных так это те у которых разбогатели у которых деньги почему они все время беспокойно сейчас заберут если уже есть точно кто-то хочет забрать время напряжение находится наоборот самые беспокойные люди черты хотел и про не хотел спокойствие что разбогатеть на тебе еще хуже будет сейчас будет наоборот это полный обман то есть если человек думает о том что я встану на ноги я успокоюсь у меня бы спокойствие души я смогу стать религиозным по-настоящему знаете буду учиться с идеи то это полный за мама сам человек обманывать себя наоборот тебе скажу теплое спокойствие это обман и глупость ведь она может стать для него источником забот и страданий как известно забот и страданий деньги чем больше есть средств купил квартиру одну вторую купил машину целый день тут ремонт тут капремонт тут билу страховках туда сумасшедший дух страданий но и тем более так как много вкладывает душевных и телесных в это усилий то не знает чему каком состоянии здоровье это окажет пакетсур умножающее имущество как известно фраза наша умножает заботы свои так это полностью противоречит твоей позиции ты хотел о том что сначала я накоплю сначала я встану на ноги потом буду религиозным еще хуже будет для чего тебе нужно встава сначала накапливать чтобы успокоиться наоборот еще будет еще более беспокоен значит еще и тем более не сможешь стать религиоз значит полностью этот полная фантазия твоя которая те кто себе построил это еще не все это только пятый аргумент шестой аргумент говорит роббейн бахи в шестых на эти сколько у людей есть фантазий видите когда когда то есть когда человек он 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 идет по какому-то пути он строит себе серьезную базу оправдание своего поступка видите сколько их один два три четыре шестая если быть тому кто берет залог было ясно что должны должны расплатиться с ним раньше срока и в милости своей возвратить ему в награду за ожидание вдвое против того что был зал что что был должен то он ни в коем случае не требовал залога что за залог пришел ко мне человек богатый человек которая точно знаю знаю так сказать уже были случаи уже то это надежно из надежных честно если честно кроме всего он большой богатый человек просто у него что называется есть иногда понятия нету наличных на так ему нужно перехватить тут я знаю полмиллиона попросил полмиллиона теперь знаем о том что всегда отдает искать не только отдает а еще там 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 еще подарки там там еще дать такому человеку еще больше чем мы бы просили бы залога не знаем насколько творец будем волославен добр к нам и помним великие блага которые он даровал нам ныне и в прежние времена начиная жизнь от здоровья ощущения и наслаждение этой жизни все подарок полно от всевышнего забыли ну теперь мы за от него хотим залог залог под него там он витнам кроме тоже это дал он очень больше даст всегда так вот такого надо просить залог мы знаем о воздаянии его за добро которые мы делаем другим людям и за наше служение ему воздаяние которое невозможно себе представить и тем более рассказать о нем ну так все что он нам дает в два раза а все дает плюс еще больше дат и у такого и у священного просить зала еще одна фантазия не имеет никакой базы и основы здравом смысле это в 6 7 тот кто берет залог у своего ближнего делает это только тогда когда он состояние дата взамен чего требует залог а сейчас он приходит уже полностью сейчас разбивает эту позицию до конца снова слушайте внимательно тот кто берет залог у своего ближнего делает это только тогда когда он в состоянии дата взамен чего требуется залог об этом вообще не думай шелка мне человек говорит давай одолжи мне 100 тысяч оставь не залог все так уверенно оставь залог до под 100000 штат машина не знаю там какая-то я тебе дам 100000 все вот тебе залог давай 100000 у меня нету 100000 но сцена была разыграна хорошо да то есть таскает им не залог то это дождь и даже поговорили о миллионах полмиллиона 100 тысяч это это а у меня ничего нету он говорит тот кто берет залог у своего ближнего и делает это только тогда ком состоянии дата взамен чего требует залог однако тот кто требует залог с творца благословенного желая получить от него блага в благо заранее он не может расплатиться за них служением он не может быть уверен даже в том что сумеет выплатить как бы прежние голые долги и тем более новые что ты хочешь ты хочешь о том что сказать дай мне сначала дай 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 я устроюсь а потом и тебе выплачу потом тебе 1 тебя есть чего отдавать ты просится она у тебя нечего что отдавать что ты отдашь по сравнению с долгами своими нарушениям всей жизни всего прочего что ты что-то обещает я выйду вот на пенсию я буду сидеть учиться но мне тебе нужно твой этот пенсион а это татура пенсионера все равно заснешь на я начал эти один сказал смотрите мне сказать свои 75 лет я начал следить за глазами я больше на девушек не смотрю очень хорошо это диета это тоже большие достижения это тоже искать преуспел да но опять же таки насколько это ценно там разберутся в лучшее но но как сказано лучше делать чего в молодые годы это более ценное то есть испытание больше значит и вознаграждение больше дорогие друзья мы с вами разобрали семь человеческих фантазий которые которые должны оправдать позицию человека который говорит о том что да я понимаю с вами согласен да есть бог да надо и выполнять его повеление но если он есть пусть сначала он меня подымет на ноги я сначала укреплюсь сначала я сказать разбогатею я буду как положено а потом уже я буду религиозных таких людей видите все эти фантазии не имеет никакой основы эти рассуждения их просто их надо рационально и и раскрыть снять называется эту маску которую человек маску заблуждения который он сам на себя одевает и тогда раскрывается ясная картина несостоятельности этой позиции единственное что человек должен это просто верить в реальность творца а жить настоящей религиозной жизнью если уже из кипа то то что обязывает его это жизнь человек уповающего никогда не откладывать никакую митву никогда не говорить о том что я сначала встану на ноги кто знает а может их уже завтра протянешь я уже не говорю про через несколько секунд поэтому поэтому не знаю своего конца чего мы делаем всегда всю жизнь мы же не знаем конца а эту плату всевышневую и и и служение ему мы делаем постоянно не знаем нашего конца так должен жить человек то должен быть еврея браха ватшлаха всем привет из Русалима